Анатолий Хижняк Я хочу с вами поговорить о вашей последней экспедиции. Вы только что вернулись из нескольких стран, посетив их. Расскажите, с какой целью вы посетили эти страны и для чего вы туда ездили, где были? Я был в Южной Америке, в Амазоне, на границе Перу, Бразилии, Колумбии. В принципе, все эти страны посетил. Была довольно комплексная такая поездка. Основная цель была снятие фильма «Как можно вылечить рак с помощью аюазки, с помощью шаманизма». То есть приезжала женщина, которая там три месяца жила, лечилась. То есть больная, онкобольная. Онкобольная, да. И дело в том, что я уже и раньше возил таких больных, и как бы они тоже вылечивались, но не было подтверждения. На этот раз мы как бы грамотно подошли. Я пока имена не называю, но ее дочка – это режиссер, и она как бы подтянула операторов из США, из Перу, и мы снимали фильм. То есть вот буквально от первого дня, как она взяла там биопсию, и у нее нашли там второй степени рака, как она лечилась, и как вот после приезда у нее этого не оказалось. Пока, ну, пока рано говорить, потому что надо сделать повторный анализ через полгода. Но сейчас заметно уже улучшение ее состояния. Есть уже какие-то первые результаты, о которых, ну, вот вы говорите рано говорить, но вы о них знаете. Да. Помимо того, что занимаетесь этим проектом, вы с какой-то направленностью еще ездили. Я знаю, что вы раскапывали город. Что это за город? Это тоже очень давнишний мой проект. Это, ну, многие еще Тельдорадо, вот этот город, затерянный в джунглях, очень похоже, что я его нашел. То есть я нашел какие-то развалины, которые находятся в аномальной зоне, и, ну, пытаюсь их раскопать. Дело в том, что, разумеется, это не как в фильмах про Индиана Джонсон, где там человек пришел, горят факелы, стоят сундуки, набитые золотом. Нет. То есть это какой-то город, я нашел, который, понятно, за эти столетия покрылся джунглями. То есть там все, ну, это просто как бы холмы, покрытые джунглями, вот, ну, из которых просвечивают стены там и так далее. И это все надо раскопать. И вот я, собственно, этим занимаюсь. Но я тоже не занимаюсь этим, не афишируясь сильно, потому что в Перу очень много черных копателей. Если они узнают точное местоположение, они туда придут, ну, и, грубо говоря, разграбят его, и все сокровища там распродадут за беседу. Я надеюсь, они не смотрят наши передачи. Ну, я же вам не называю координат. — Анатолий, скажите, а есть какие-то аномальные зоны, есть какие-то необычные места, которые вы находите во время своих раскопок? — Вот как раз этот город находится в аномальной зоне. Туда, почему, собственно, его до сих пор не раскопали, ну, это как бы проклятое место, куда не ходят даже там охотники, допустим. Хотя охотники, ну, везде под джунглями ходят, но туда они боятся ходить. Я там, на самом деле, чуть не погиб, потому что я туда ушел и пропал. Ну, меня тут все потеряли, потому что, ну, во-первых, там было наводнение в Перу, про это мало кто знает, но реально там много народу погибло. — Это вот в этот раз? — Да, в этот раз. — И, в общем, в этой зоне, ну, как бы разлились реки, и я не смог вовремя выйти. В чем она аномальная? Ну, это трудно как бы понять. Там начинает изменяться просто сознание. То есть, грубо говоря, входишь, и сознание начинает уноситься. Не знаю, с чем это сравнить, но, грубо говоря, что ты входишь в эту зону, и как в Солярисе, если фильм смотрели, и начинают реализовываться какие-то планы, какие-то вещи там, и абсолютно без принятия там чего-то, да? Грубо говоря, ну, не то, что ты там пошел, выбил там. — Как же вы выходите из этого состояния? — Ну, вот поэтому очень трудно. То есть, очень трудно находиться в состоянии, скажем так, вот в таком пограничном. Тем более, что там довольно много опасностей. Например, в этот раз, когда мы жили в, ну, там, у самана, там появились ягуары, которые стали нападать и на людей, и на собак, там, на кур. То есть, ну, много ягуаров развелось. Кстати, вот, я там в этот раз построил альберги. Это, ну, альберги — это, как сказать, эколодж такой. У меня теперь там есть эколодж в Перу, так что всех приглашаю туда, в Димитровградцев. — Есть возможность организовать туризм вот в то направление, куда вы обычно ездите? — Есть, ну, собственно, я это и организовываю. Ну, понятно, что это довольно туризм такой экзотический, и он требует денег, потому что там один перелет больше тысячи долларов. То есть, он как бы не всем доступен. Ну, в общем-то, да, это все уже организовано. — То есть, есть уже направление, вы в нем работаете, есть люди, которые отправляются туда, и вместе вы возвращаетесь. То есть, это вот налаженный такой, можно сказать, бизнес. — Ну, да. Ну, не только Южная Америка. Папу-Ногвини, Африка. Вот. — А что еще в этой поездке, в этой экспедиции вам запомнилось больше всего? Что вы оттуда привезли, как новшество, помимо вот открытий лекарственных трав, которые лечат онкологию? — Я привез, ну, например, вы знаете, мы снимали фильм, и очень много интересных было моментов. Там, например, люди уголь добывают из древесины. То есть, они жгут древесину, и получается уголь. И когда я им рассказывал, что, а у нас уголь добывают из земли, то есть, они мне не верили. То есть, там очень много моментов, которые, когда я им рассказываю, что у нас там зимой река превращается в камень, и можно ходить по воде, там, и так далее. То есть, для них это, ну, они говорят, Анатолий, мы тебя уважаем, но ты уж не завирайся, что по реке можно ходить, или что уголь не из древесины, а где-то там на глубине километр. Вот. И про это, ну, это очень много интересных моментов, и про это мы тоже сняли фильм. — Ну, а есть еще опасность, которая исходит, допустим, не от природы, а от человека? — Есть. Там, на самом деле, очень опасный регион. Там проходит, скажем так, наркотрафик, очень много, ну, бандитов, и, в принципе, люди тоже представляют опасность. Кроме того, есть некоторые племена довольно агрессивные. Помните, я в свое время нашел Каруба, они как раз живут вот там же. И они до сих пор не цивилизованные, до сих пор там могут делать набеги, убивать, ну, неугодных людей. — Как вы с ними договариваетесь? — Ну, по-разному договариваемся. Например, с Карубой, когда мы первый раз встретились, пришлось стрелять в воздух. Потому что они боятся, ну, звуковыстрелов, потому что они на нас просто атаковали. Потом мы им подарки раздали, всякие мачете, там, веревки, и как-то это их успокоило. Вот. Но тут надо быть, конечно, хорошим психологом, чтобы понимать их вот... — Эмоции. — Их эмоции, да. — Они, на самом деле, как дети. То есть, ты рассмеялся, они рассмеялись, ты там что-то разозлился, они. Ну, то есть, это люди ближе к животным. То есть, я не хочу их оскорбить, но они вот как животные чувствуют твое эмоциональное состояние. Если ты их боишься, например, они могут напасть. Ну, как собаки, в принципе, которые тоже понимают, ну, человека. Вот. Кстати, ну, вот про наводнение я начал рассказывать. Я как раз попал, когда переплывал Амазонку на небольшом катере, там несло кучу бревен, и одно бревно снесло нам мотор. И мы просто уже начали переворачиваться. И вот, ну, это реально, наверное, в этом путешествии был самый опасный случай. Там широкая Амазонка, то есть до берега было километра два. Вот эти гигантские волны, воронки, бревна и маленький катер. Пришлось снять этот жилет спасательный, потому что иначе бы я не смог выпрыгнуть. Он бы мне просто мешал. Но я уже готовился выпрыгивать, потому что все там стало заливать. И потом каким-то чудом, в общем, вот этот поток остановился, ну, как сель. И мы уже на веслах дошли до берега. Травмы были? Ну, и практически не было. А болезни какие-то? Все равно там есть же какие-то инфекции? Ну, малярия два раза болела. Малярия. Да. Возможно, кто-то вас кусал, я думаю. Ну, и кусали и змеи, и пауки ядовитые, и осы убийцы, и муравьи убийцы. Ну, да, вот это было, конечно. Вы знаете, как справляться вот с такими укусами, да, самостоятельно? Ну, вот у меня была сыворотка, то есть пару раз меня спасала сыворотка. В этот раз как бы сыворотки не было, ее трудно довольно достать. Хотя тоже, как в том месте, где мы жили, было три укуса людей от змей, и змеи нападали. То есть я их тоже часто встречал, ну, просто тут уже надо аккуратно их обходить, так сказать. И один раз вот эти вот убийцы муравьи, это Исула, такой большой муравей, который не кусает просто, ну, а он жалит. То есть у него есть жало очень ядовитое. И, в принципе, двух-трех косов хватает, чтобы смертельно. И через место, где я шел, проходила их дорога. То есть их прям были сотни. И когда ты ходишь, то ты ходишь как по минному полю. Ну, то есть надо смотреть, чтобы на них не наступить. Ну, либо надо ходить в ботинках, ну, хотя они ползают, то есть они могут залезть. То есть нужно принимать все меры предосторожности, чтобы вернуться. На самом деле основное, да, основное правило, то есть можно выжить в любых условиях, если ты готов к опасности. И внимательно наблюдаешь, вот где опасность, ее обходить. Вот и все. Наверное, в жизни всегда так. Ну, да. Не только в путешествии. Спасибо вам за беседу. Благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего вам доброго. До скорой встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»